Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, в неделю шестую по Пасхе о слепом, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава девятая, стихи с первого по тридцать восьмой. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, мимо еды, Иисус, видя человека слепа от Рождества, и вопросиша Его ученицы Его глаголюще, «Рови, кто согреши, сели или родители Его, яко слеп родися!» Отвещая Иисус, не сейся греши ни родители Его, но доявятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела пославши Гомиадон, где же день есть. Придет ночь, егда никто же может делать и, егда в мире есть им свет, есть им миру. Сия рек плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому. И речей ему, «Иди, умыся, в купели силаамсте, ежесказается послан, иди, уба, и умыся, и приди, видя, соседи же, и и же бяху, видели Его прежде, яко слепбе глаголаху, не сели есть, сидя и просяй, повей глаголаху, яко се есть, и ниже глаголаху, яко подобен ему есть, он же глаголаху, яко аз есим, глаголаху же ему, как отец верзостися очи, отвеча он рече, человек нарицаемый, Иисус, брение сотвори, помаза очи мои, и речейми, иди в купель силаамлю, и умыся. Шед же, и умывся, прозрех, реша, уба ему, кто то и есть, глагола не вем, ведоша же Его к фарисеям, и жебе иногда слеп, беже субботы, и гда сотвори брение, Иисус, и отверзи ему очи, паки же вопрошаху Его и фарисея, как о прозре, он же рече им, брение положи мне на очи, и умыся, и вижу. Глаголаху, уба, от фарисея нецы, нести от Бога человек, яко субботу не хранит, ове и глаголаху, как оможет человек грешен, сицева знамение творите, и расплебе в них, глаголаху, уба, слеп цупаки, ты что глаголиша о нем, яко отверзи очи твои, он же рече, яко пророк есть, не яша уба веры иудею о нем, яко слепбе и прозре, донде же возгласиша родителя того прозревшего, и вопрошиша я глаголюще, сели есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, как о уба ныне видит, в отвещаста же им родителя его и реста, вемы, яко сей есть сын наю, и яко слеп родися, как о жены не видят, не вемы, или кто отверзи ему очи, мы не вемы, сам возраст имы, самогого просите, сам о себе да глаголет, сия рекоста родителя его, яко боястость жидов, уже бобяху сложилися жиды, видащи, кто его исповедь Христа, отлучена солмище да будет, сего ради родителя его рекоста, яко возраст имы, самогого просите, возгласише же вторицу человека, и же без слепы реши ему, дашь славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есть, отвеща уба он рече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слеп бег, ныне же вижу, реши же ему паки, что сотвори тебе, как о отверзи очи твои, отвеща им, рекох вам уже и не слышасте, что паки хочете слышати, еда и вы, ученицы его, хочете быть, они же укориши его и реши ему, ты ученики ситаго, мы же мы и севы, и смы ученицы, мы вемы, яко мы и севы, глагола Бог, сего же не вемы, откуду есть, отвеща человек рече им, а всембо дивно есть, яко вы не вести, откуду есть, и отверзи очи мои, вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богачтец, ест и воли его творит, того послушает, от века не слышана, яко кто отверзи очи слепо рождену, аще не бы был сет Бога, не могол бы творить и не чесоже, отвещаше и реши ему, богре секты родился, и севесь, и ты ли не учиши, и изгнаше его вон, услыша Иисус, яко изгнаше его вон, и обрет его рече ему, ты веруешь или в Сына Божия, отвеща он рече, и кто есть Господи, да верую в него, рече же ему Иисус, и видел и сего, и глаголи с тобой то есть, он же рече, верую Господи, и поклонись ему. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении слепорожденного. Прежде чем Спаситель исцелил этого человека, ученики спросили, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым». Борис Ильич Гладков поясняет, апостолы, как и большинство евреев, верили, что все вознейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказание за особенные грехи, и не только за их собственные, но и за грехи их родителей, дедов и прадедов. Такое верование основывалось на законе Моисея, гласившем, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, и на учении равинов, утверждавших, что ребенок может согрешить еще в утробе матери. Отвечая на этот вопрос, Господь указывает вместо причины цель, для которой этот человек родился слепым. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть свет мира, что он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в духовной слепоте, образом которой является слепота телесная. А потому Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам». Архиепископа Верки Таушев пишет, «Можно полагать, что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом, дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо». Силаамская купель была устроена на Силаамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как место особенного присутствия Божия в Русалиме и в храме, и потому, как бы нарочито был дарован или послан Богом, своему народу, как особенное благодеяние, почему и считался священным источником, имеющим символическое значение. «Омывшись в водах Силаама, слепорожденный прозрел, что произвело сильное впечатление на знавших его. Выслушав рассказ исцеленного, его повели к фарисеям, чтобы рассказать о чуде. Фарисеи же говорят прозревшему, что он должен прославлять исцелившего его Бога, но тут же обвиняют Христа в том, что он грешник и не хранит субботы. Но исцеленный, прозревший не только телесными, но и духовными очами ответил, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Господь, услышавший о том, что фарисеи выгнали прозревшего, нашел его и, открывшись ему, привел к вере в себя, как Сына Божия. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью Божией. Будем же с мольбою взывать ко Господу, чтобы Он избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, дабы открылись наши душевные очи. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести в Своё вечное Царство, если мы, еще не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться ко спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Свои!